Американские боксеры Теренс Кроуфорд и Джервонте Дэвис устроили достаточно громкую перепалку в социальной сети Twitter. Инициатором конфликта стал именно Кроуфорд, который обвинил Джервонту в употреблении наркотических средств. Джервонте прекратил употреблять наркотики, и тогда тебя никто не сможет остановить, кроме меня. Чувак, твоя мягкая задница ничего не сможет сделать. Докажи, что моя задница мягкая. Держу пари, я нокаутирую тебя. Ударь меня и держу пари, ты после этого больше никогда не сможешь бить кого-то. Ты слышал, что я сказал? Ты можешь получить то, что хочешь. Но мы ведь знаем, что мягкая задница у тебя, и ты уже побежал за помощью. Когда я бежал за помощью, ты не знаешь меня, а твои источники очень сильно врут. Но как я сказал, ударь меня, и тогда ты больше не сможешь сбить никого другого. Клянусь матерью. Эксперт зарубежного портала ESPN Стив Ким прокомментировал ситуацию относительно слухов, ходящих вокруг третьего бой Геннадия Головкина и Сауля Альвареса. Для тех, кто спрашивал, президент Golden Boy Promotion Эрик Гомес сказал, что нет абсолютно никакой правды о том, что Канело Трипл-Ж это решенное дело, или даже близко к этому. Ничего относительно оппонента Канело 4 мая не будет обсуждаться до тех пор, пока не настанет следующий год. А автор сайта BoxingNews24.com, Майк Смит, оценил желание Сауля Альвареса провести третий поединок с Геннадием Головкиным. Это хороший вариант для Головкина. Канело же пока будет драться с другими парнями, потому что пока не ясно, хочет ли он драться с Трипл-Ж в третий раз. Головкин нанес урон Канело несколько раз в ремаче, и тот может не принять на себя риск встретиться с казахстанским бойцом в третий раз. Чемпионка мира по профи боксу Фируза Шарипова из Казахстана бросила вызов чемпионке UFC двух дивизионных бразилянки Аманды Нунес. Рой Джонс-младший – хороший друг президента UFC Дана Уайта. В данный момент мы сотрудничаем с командой Рой Джонса. Я буду просить, чтобы они помогли нам организовать поединок с чемпионкой UFC двух весах Аманды Нунес. Я хочу нокаутировать ее. Поздравляю Аманду с победой над Кристиной Жустино. Она показала прекрасную технику бокса и завершила схватку досрочно чистым нокаутом. Я очень ждала этого боя, так как хотела встретиться с победительницей. Сейчас я буду просить свою команду, чтобы они в 2019 году организовали этот бой. Учитывая навыки Нунес, он должен получиться интересным. Я думаю, он может пройти после моей встречи с Евой Вальстрем. Менеджер Дениса Лебедева Вадим Корнилов сообщил, что команда россиянина продолжает дожидаться решения Александра Усика по поводу возможного боя. Мы ждем решения от команды Усика. Насколько я знаю, он примет решение уже после Нового Года. Будет ли он оставаться в этой весовой категории или перейдет в другой. А пока праздники, все отдыхают. И мы ждем, какие будут у Александра планы. Лебедев не против встретиться с Усиком. В то же время он хотел бы вернуться на ринг в апреле или мае следующего года. А на этом у меня все. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал и будьте в курсе всех новостей бокса ММА. Всех с наступающим Новым Годом и увидимся в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok